Особая потребность в песке и других материалах возникла после начала строительства дублера автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Активизируются организации, которые незаконным путем добивают песок и, скажем так, по более выгодным для них ценам предлагают строительным организациям свои услуги. Как правило, незаконные карьеры располагаются на землях сельхозназначения. С них снимают и перемещают плодородный слой почвы, расхищают природные богатства. После разработки таких карьеров не проводится рекультивация земли. На их месте возникают незаконные мусорные свалки. Наносится и экономический ущерб, ведь положенные налоги не уплачиваются. В 2014 году местные власти организовали четыре выездные проверки незаконных карьеров. В состав комиссии вошли представители Солнечногорского отдела МВД, ФСБ, прокуратура и Госадомтехнадзора. Заведено четыре уголовных дела, арестовано более 20 единиц техники. По результатам двух проверок уже подсчитали ущерб – 20 миллионов рублей. Работа продолжается на постоянной основе. Незаконную добычу полезных ископаемых участники совещания считают рискованным бизнесом, за который обязательно придется нести ответственность. Администрация района обращается к жителям с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о фактах незаконной разработки карьеров. По всем фактам незаконная добыча прошел обращаться в ОВД Солнечногорского муниципального района, либо в Управление региональной безопасности администрации. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».